Сказали, что я сбила ребенка и нужны деньги. Такое ошеломляющее известие сообщили маме заслуженной артистки Башкирии Олесе Хуснудиновой. Звонившие с неизвестного номера представились сотрудниками полиции. Деньги, по их словам, нужны были пострадавшему ребенку на операцию. Приедет доверенное лицо, хороший человек. Мама собрала деньги, которые у нее были в наличии, и передала все. Только вот Олеся никого не сбивала, а звонившие ее маме телефонные мошенники. Так женщина лишилась почти 100 тысяч рублей. Злоумышленников найти не удалось. Артистка решила добиться справедливости. Когда уже ей позвонили с неизвестного номера, она знала, что ее ожидает. Я понимала, что это мошенники, и что сейчас, скорее всего, разыграется вот этот же спектакль, который разыграли с мамой. Так как я была уже в курсе всего, я стала подыгрывать. Олеся хотела вживую увидеть одного из мошенников, который явится за деньгами. Но в ходе разговора женщина прокололась. Меня спросили, сколько мне лет. Я прибавила себе возраст, наврала, не помню уж сколько сказала. И тут же попросили назвать год рождения. А я считать моментально не сумела. Это их спугнуло. Неудачный опыт не остановил артистку. Женщина провела работу над ошибками и заранее придумала себе биографию. Долго ждать не пришлось. Олесе вновь позвонили с неизвестного номера и сообщили, что взрослый сын, которого у нее нет, сбил человека. Сбивается всегда один и тот же человек. Один и тот же. Никакой фантазии. Денисенко Кристина Игоревна. Возрастом от 4 до 22 лет примерно. До прибытия курьера женщина успела вызвать стражей порядка. Они устроили засаду. В этот раз артистка состарила себя не только на словах. Когда курьер зашел в квартиру, его встретила пожилая женщина. Я вспомнила урок грима. Был урок, где из меня сделали замечательную бабу-югу. И я по наметившимся морщинам, в общем-то, коричневым карандашиком растушевалась слегка. Она состарила себя, взлохматилась, небрежный вид приняла, надела бесформенный халат и вышла навстречу курьеру с пакетом. В пакет Олесе положила скопившийся в урне мусор. Задумка удалась. Курьера не только задержали с поличным, но он еще помимо своей воли помог Олесе с домашними хлопотами. Вынесли мусор. Заодно доброе дело сделано. Таким же образом артистка помогла правоохранителям задержать еще троих курьеров. Что интересно, в последнем случае цепочку по передаче денег злоумышленники удлинили. Курьерами, как правило, выступают местные жители. В то время как организаторы чаще всего находятся за пределами страны. Наши свои, все курьеры, к сожалению, к большому сожалению, молодые люди и девушки соглашаются на такую подработку в целях легкой наживы. Это остается на их совести. Они все прекрасно знают. Их берут с поличным, с перепиской. Тут же изымают у них телефоны. Во всех четырех случаях Олеся действовала в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. Эксперты предостерегают от попыток задерживать мошенников самостоятельно. Поэтому ключевой момент только в рамках помощи правоохранительным органам. Если человек действительно обладает талантом, она действительно талантливая актриса, у него получилось это очень здорово. Потому что каждый такой изобличенный мошенник и их пособник, вот реальный, который, это ключ к тому, чтобы развязать вообще весь этот клубок проблем. То есть какую-то выявить преступную схему и группировку, кого-то задержать. Телефонные мошенники представляются не только сотрудниками правоохранительных органов. Также злоумышленники могут примерять на себя роли банковских сотрудников, операторов сотовой связи или пообещать вам выгодное финансовое предложение. Простому обывателю зачастую бывает сложно распознать обман. И поэтому одним из действенных способов защиты от телефонных мошенников остается игнорирование звонков с незнакомых номеров.